Хочется отметить, что культура тоже не стояла на месте, работала вот в эти дни. Вот сейчас, сегодня, надеюсь, завтра закончится ремонтная работа в библиотеке. Хоть и с опозданием, но тем не менее в этом году мы их завершаем. Опоздание, все вы знаете, было возрано тем, что мы в помещении, где находится библиотека, размещаются два избирательных участка. Поэтому мы переносили начало ремонтных работ до завершения процедуры выбранной кампании. Есть у нас еще один подрядчик, который был в Назарово, один из самых благонадежных, я сейчас про библиотеку. И все-таки он не справился со взятыми на себя обязательствами, даже несмотря на то, что обещал, публично обещал. И вы за него поручились. До 10 декабря все закончилось. Да, было такое. Не скрываю, действительно, первую библиотеку вовремя сделал, хорошо сделал мемориал. Начал быстро и рано закончил. Там подвели только опоры, но они пришли позднее. Все это понимаем. Здесь работы проводил, мы с ним встречались постоянно, обещал, обещания не сдержал. Мотивирует это большим объемом работы, которое дополнительно пришлось ему делать на этом объекте. Сложностью отдельных этапов работы, там где штукатурки надо было 10 сантиметров накладывать, и важно было, чтобы она просохла уже. Но тем не менее, факт есть факт. За нарушение срока выполнения работы он будет нести ответственность, как и все те, кто работают с 44-го федерального закона. Других вариантов здесь нет. Единственное, что, конечно, мы хотели, Юлия Алексеевна говорила, потому что было бы здорово, если бы мы это сделали, открытие торжественное, 24-го числа. Но есть такие вещи, которые знаковые. Наша библиотека, вот министр был в ней, он тоже очень большая. Одна из крупнейших библиотек, которая в этом году реализуется в плане модернизации. Из маленьких городов самая крупная. И очень бы хотелось, чтобы она была вот как подарок к дню рождения города. Но, к сожалению, этого не случилось. Хотя очень хотели. Но ее откроем в январе месяце в рабочем порядке. Дату мы с министром проговорили, дату мы определим дополнительно, сообщим всем. Вы теперь уже не считаете его одним из самых надежных? Я объективно смотрю на вещи. Если человек нарушает свои обязательства, он должен прийти и сказать, я вот этого сделать не могу. Либо сделаю это вот в таком вот сроке. Чего он не сделал. Да, чего он не сделал. Поэтому его дела говорят за человека, а сами за себя.